так сейчас адаптируется ну вроде видно наши овцы стали катиться осенью ну это сейчас часто бывает у него люси у нас 2 принесла 2 мелких сейчас покажу вот да люсь мы она не стоит насколько мелкий мельче тем вот такой вот это вот от овцы которая не первокотка а люси у нас первый раз это дочка люси это уже то есть второе поколение а вон там у нее ягнята третье поколение он там это вот обычно это вот от нее идет такой намного меньше такой вот такая принцесса у нас стоит он мамка зовет его ну надеюсь что будет видно и сейчас вам расскажу кое-что был вопрос вон сама люси идет ворона а это ее также вот с таким пятном дев девчонка и и вот стара то 2 ручных их кормили с бутылочки это вот мамка потерялась моя потеряла мамку она и остался от нее один ягненок такая девчонка то есть поколение как бы я смотрю чтобы у меня осталось после нее очень хорошая мамка была заботлива всегда 2 приносила было три года по 2 ярки приносила постоянно то есть я уже думал что он постоянно ярых будет приносить не один год она принесла мне двух баранов постоянно двоих приносила последний раз она принесла четверых троих то есть она сама окатила а 4 остался из-за этого мы потеряли но суть не в этом сейчас даем силос но так они уже к яблокам к силосу привыкли не очень был вопрос в комментариях расскажи про рацион круглый год ты с чем кормишь круглый год как в кормишь но начнем давайте на это с осени так как у нас сейчас осень и такое вот время наиболее близкое к нашему видео и начнем с осень осенью значит у нас приготовлен сена сена и вот сразу первое сена лежит постоянно то есть кормушки меняются утром в обед и вечером то есть все сена которая не съедается овцами она меняется то есть ночь полежала в кормушке сена то есть что они съели то съели а остальное как бы откидываем он он совсем мелкий стоит он мелкий мелкий совсем там может килограмма полтора а должен быть где-то килограмм килограмм полтора это уже недели им такой второй такой средненький вон лежит и и это вот и и ну ладно значит она у нас лежит постоянно постоянно его меняем значит отходы выкидываем не ждем пока они там все съедят и у нас будут пустые кормушки то есть все надоем постоянно постоянно лежит сен постоянно лежит стоит и обновляется вода вода обновляется утром в обед и вечером постоянно это вот три составных это которые постоянно есть кормушках значит сена вода и третье это соль соль овцам надо ли не лизунец потому что лизунец как бы самый распространенный для коров но овцам он не идет он в принципе идет вопросов нет но вам придется добавлять серу селено железо то есть я даю филунец для кос который в котором содержится сера железо минералки все которые надо сера обязательно потому что как бы шерсть у них растет и серы нужно для роста шерсти вот этих три основных корма которые постоянно лежат у нас у овец отглажу и хвост как у собачки подымается так какая особенность осенью но осенью у нас несколько огородов за сеяна левером райграссом тимофеевкой и даем подкормку зеленку зеленку то есть чередуем с сеном но сейчас уже все то есть 10 октября грубо говоря 10 8 7 или 8 сейчас гляну какое у нас в общем первая треть первая треть сегодня у нас девятая вот и и и и и и мы стали давать сенаж сенаж они прекрасно поедают что крес даем сена что овцам но чередуем чередуем с сеном допустим на на счет даем сена днем даем сенаж кроме этого осенью они прекрасно едят яблоки были у нас арбузы арбузы у нас поедаются только сладенькая середина да катюх катька сладенькая середина по поедается сенаж в охотку съедается полностью без перебора яблоки можно давать то есть яблоки тоже прекрасно поедают как добавка витаминов но вот это основной рацион питания осени ну да да и даю я зерно зерно даю и комбикорм комбикорм даю оптимально это свиной потому что в нем соль содержится даю вот у нас бочки такие вот стоят комбикорма примерно 0 304 килограмма на голову дается комбикорма в день то есть утром и вечером я даю два раза чередую комбикорма с зерно смесью зерном или зерно смесью зерно овес не даю из принципа почему потому что там фактически нету ничего кроме шелухи и я его не даю из-за этого самый хороший корм для овец это ячмень вот кормушка вот сейчас где-то время 12 часов вот так она лежит у них то есть они спокойно к этому зерно смеси относятся и не как некоторые пишут что они и сытости не понимают и едят до полностью до этого то у них все лежит кормушки и вот это мамки они спокойно как бы к этому относится эти мамки у нас принесли по три ягнят трое ягнят это старая мамка у нее же 4 5 кота у этой это молодая то не 2 кота трех принесла и это 3 1 потеряли потеряла она сама она его просто задавил до приходим к рациону в зиме что мы даем зиме зиме опять три составных это сено вода соль обязательно я даю постоянно два раза в день либо зерно смесь либо комбикор что еще зимой добавляю зимой добавляю жом привожу жом свекольный заливаю горячей водой он стынет и я даю жом они поедают прекрасно но я его не даю как основной корм я его даю подкормка то есть один раз в неделю два раза в неделю там два три раза в месяц можно давать им как бы вот так если у вас хорошая сена но у меня еще силос сенаж этот в рулонах он очень помогает и у меня овцы то есть переносит зиму спокойно то есть им достаточно корма и они спокойно переносят зиму то есть я считаю что по кормовой базе у меня в принципе все зимой все хорошо встану сюда потому что как бы здесь такой подсветка свет оптимально там не просвечивается так весной но весной все то же самое как зиму то есть у нас сенаж сено зерно комбикорм то есть вот это вот даю постоянно весной сами видите у меня сейчас сарае все открыты то есть овцы в свободном выпасе если кто-то хочет выходит кто-то заходит если кто-то хочет травы или еще то есть в поле не идут не идут то есть весной выгоняют чисто так чтобы они прогулялись на этот протоптались проперделись грубо говоря но не хотят идти они в поле постоянно лежат то есть кормов им достаточно они ленятся вообще выходить да катя вот такая макатика трех нога не идут они в поле то есть это морока я впереди их в бегу взаде гонят их выгоняет в поле не идут весной начинаем косить подкос и подкос давать три раза в день то есть зеленка у них есть зеленка причем это вся посеяна все 7 клевер тимофеевка райграсс то есть вся зеленка без старой травы все им привозится все им дается поедается прекрасно и они не собираются выходить весной летом все то же самое постоянно переходит зеленка кормлю но даю опять же зерно и комбикорм то есть раз в день два раза в день но я постоянно даю зерно комбикорм ну в принципе вроде все зима летом уже перестаю давать джом и к осени уже яблоки это ну вроде весь рацион рассказал да вот смотрите вот вам кормушка сейчас они утром поели все лежит то есть к этому они относятся спокойно до обеда не вот баран стоит будет видно не будет так вроде бы рассказал все вроде бы показал барана у меня сейчас 2 1 могу продать плохо будет там ладно всем пока по рациону вроде бы все рассказал катя ко мне прыгать чтоб ее чесать вот она так чешется на трех нога плохо дотягивать плохо чешется и постоянно бодает меня чтоб я и чесал ладно он мелочи садится бабка стоит вот люси он 2 и и внучка катя опять ко мне прыгает и он так меня бодает чтоб я ее оказал ей внимание и люся люси чесать на все ладно пишите комментируйте кому что интересно все что знаю добавлю расскажу держу я уже наверно романов q больше десяти лет ни с чем не мешаю чистую породу держу и улучшать показатели по мясу по шерсти не ничего не хочу как она есть романов q так я ее и держу так что кому надо бараны романовские пишите в тверском регионе кто тем на племя оставлю есть сейчас несколько баран